Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Давайте посмотрим, что нам готовит текущая неделя. Так, сегодня понедельник, 7 июня, понедельник у нас уже заканчивается, давайте посмотрим завтра. ВВП по Японии в 4.50, но не сильная новость, квартальная. Так, далее торговый баланс по Европе будет в 11.45, надо посмотреть. Ну, также в обед вот несколько новостей, ВВП квартальная, изменить занятости квартальная. Не думаю, что будет что-то сильное, но тем не менее. Далее, далее, торговый баланс по Канадцу и по США в 17.30. Число открытых вакансий 19.00. Новость не сильно волатильная, но по США может дать все знать. Так, давайте дальше посмотрим среда. Что, на чем здесь можно заработать. Решение Банка Канада по процентной ставке, это хорошая новость. 19.00, думаю, будет волатильность. Так, ну и вот по доллару аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций. Тоже может повлиять на рынок. Так, четверг. На 16.45 несколько новостей по решению Центрального банка по ставкам по разным продуктам. Так, и пресс-конференция ЕЦБ 17.30. На нее стоит обратить внимание. А, вот аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций, причем вообще новость никак не отмечена. Ну, знаете, я один раз встретил очень хорошую волатильность на такой новости. Советую вам обратить внимание, возможно, доллар скопнет. Ну, и в пятницу ВВП по фунту в 11 часов. Ну, пожалуй, все. В пятницу, наверное, в целом будет спокойно. Давайте посмотрим торговый терминал. Что нам дает биткоин? Биткоин сейчас находится в консолидации в такой широкой. Ну, в принципе, он не сильно активно ходит, поэтому скальпинг здесь, можно сказать, приветствуется. Единственное, что поводов немного. Зеркальных линий я здесь особо не наблюдаю, они уже отработались. Вот здесь, пожалуй, была зона. Вот здесь, вот в этой зоне уже отработали себя. Ну, в принципе, хорошо так закрепили. Может быть, еще разочек отработаем. Вот здесь, смотрите, на продажу. В этой зоне вот несколько раз продавалась от этой линии. Ну, вот. Ну, и это также зону надо рассматривать. Переносим ее сюда на продажу. Так, евро-доллар. Вот как отлично отработал себя, вообще шикарно. Давайте глянем, что еще. Кстати, он может еще разочек себя отработать. Вот. Поставлю здесь сигнал на продажу. Сигнал на покупку для поддержки пока что здесь не вижу. Вот. Эту зону тоже можно передвинуть. Вот здесь вот зона продаж. Так, британский фунт стерлингов теперь у нас в новой реальности находится. Вот такая линия сопротивления. Думаю, от нее можно ожидать продажи. Вот эта линия, видимо, перепозиционировалась немножко вот сюда. Вот. И вот здесь дала себе знать. И вот здесь дала себе знать. Так, давайте посмотрим золото. Так, давайте посмотрим золото. на вход на продажу вот в этой зоне. Так же я вижу вот здесь вот две точки, да, вот у нас разворотные. Вполне возможно, что это будет как линия поддержки. Не зеркальная, а обычная, но тем не менее. А, да, кстати, вот здесь вот как-то еще так вот прослеживается такая линия. Вот. Такая линия. Но она совпадает вот с этой зоной продаж. Это тоже зона продаж. Так, давайте глянем нефть. Нефть поднимается потихонечку. Ну, вот эту вот линию уже пора перерисовывать. Наверное, вот в эту зону. Здесь точка входа для покупок. Так, пока больше ничего не вижу. Рекомендовать больше не буду. Канадец. По канадцу у нас тоже зона сопротивления. выглядит вот так. Зона поддержки продлевается. Пожалуй, ее можно продлить. Здесь зона бы покупок вроде как, но, так вы знаете, слабовато. Все-таки я рассчитываю, что если пробьет ее вниз, то будем рассчитывать на зону продаж. Все, на сегодня все. Я думаю, желаю вам хорошей торговой недели. Следите за новостями. Не пропускайте сильные движения. Всем удачи в торговле. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok